Привет, друзья! Думала я вот последнее время над такой темой и сталкиваюсь с такими вот выяснениями моих товарищей, моих друзей по каббалистическому пути. Эта тема будет страх и трепет. Предлагаю в ней поразбираться, потому что она довольно интересная. Она, мне кажется, животрепещущая для всех людей, которые отдают себе отчет, что именно движет ими, которые немножко себя так анализируют. Смотрите, так как творец создал нас как желание получать наслаждение, то другого пути, кроме как подвигнуть нас измениться на отдачу, кроме как уколы такие небольшие и часто очень это страх какой-то, страх чего-то неприятного или уже конкретно чего-то угрожающего нам, у него просто не было другой возможности. На самом деле, если вы подумаете, вы увидите, что это именно так. Все, что мы делаем, мы делаем в основном из-за каких-то вот таких вот страхов наших. Их очень большое количество, очень разное. Я уже про это небольшой ролик, кажется, записывала. Но вот в чем разница между трепетом перед Творцом, к которому должен прийти человек, это наша такая отдельная промежуточная наша такая вот станция, куда мы должны прийти к трепету перед Творцом. Но отталкиваемся мы всегда от нашего, будем называть это животного, так как это касается тела, чего-то такого, что у нас есть сейчас в распоряжении от этого животного страха, прийти к трепету. И в чем же разница? Если я уже начинаю заниматься наукой Кабала, читая первоисточники, то в какой-то момент мне может показаться так, что я сейчас вот испытываю трепет, то есть вот что-то у меня в груди так вот шевелится, и я называю это, это у меня трепет перед Творцом. Давайте посмотрим, что там действительно скрывается в этой нашей груди. Если вы чувствуете, что вот это беспокойство, оно связано каким-то образом с вашими личными делами, то есть с вашей семьей, с вашей работой, с вашими близкими, с вашим здоровьем, знаю, с вашими делами, скажем, так. Если этот страх вот такого рода, это значит обычный страх перед тем, чтобы Творец меня наполнил, чтобы он дал мне, либо не отобрал то, что уже дал. Тоже такой элемент страха. А если мои вот эти вот все переживания, вот здесь вот в груди моей, они связаны с делами Творца, то это уже трепет. А какие у Творца дела? Какие у него дела? У него дела довести все творение до того, чтобы постигли, что слияние с Творцом, и что он стоит за всеми вообще событиями в жизни человека, в его голове, в его душе, в его ощущениях, связано только с единственностью Творца, вот это вот дело Творца. Если я боюсь как-то не помочь другим людям прийти к вот этому ощущению, к этому постижению, то это уже можно назвать трепетом. А когда это возможно? А это возможно, если у меня есть мои, такая небольшая группа единомышленников, например, которая называется десяткой. Я вижу, что в этой группе моей маленькой, да, с которой мы периодически встречаемся и что-то обсуждаем, как вот нам дойти к этой цели, как помочь друг другу, другим людям, да, раскрыть вот это облегчение, что ни в чем мы не виноваты, нет в нас изъяна никакого. А есть только Творец, который специально подстраивает нам эти якобы каверзы, только для того, чтобы мы могли соединиться между собой и с ним в полной гармонии и совершенстве. Вот такие вот у него только дела, вот такие у него заботы. И если я начинаю быть партнером Творца вот в этой его затее, вот изучать уже цель творение, и как помочь другим прийти к этому, и в процессе я изменюсь и так, чтобы стать подобным Творцу, и в слияние с ним таким образом войду, потому что его интерес и мой интерес, они совпадут. Сейчас у меня, что нас разделяет сейчас с Творцом? Мой интерес это я, а его интерес это другие люди, да, их счастье, их наполнение. И в этом мы с ним разделяемся. А если я смогу сделать так, что у нас будет один общий интерес, вот тогда это уже можно называть трепетом, что я боюсь, вдруг я не смогу помочь другим, вдруг я не смогу как-то доставить радость Творцу тем, что я своих товарищей немножко так этому воодушевляю, немножко так им облегчаю как-то путь, они расстраиваются, в какой-то момент впадают в отчаяние, а я прихожу и говорю им, друзья, у нас все получится, все будет классно, потому что у нас есть для этого все данные, у нас есть первоисточники, у нас есть учитель, у нас есть цель, у нас есть смысл жизни, и обязательно все будет классно, обязательно получится. Вот таким образом я могу прийти к трепету перед Творцом. И что вообще этим человек, вот даже стартуя с той точки, в которой он сейчас находится, чисто эгоистически, что я могу приобрести, если я поменяю страх животный на трепет? Я могу избежать ударов, конечно же, потому что все эти удары, весь этот страх, он создан только для того, чтобы стать отправной точкой для трепета. Вот и все. И таким образом я очень классно впишусь в эту реальность, гармонично, и так, что буду доволен и я, будет довольна все мое окружение, и главное будет вот эта сила, которая называется Творец свой сладачи, будет ей место раскрыться, будет ей место, где себя проявить. Я вам желаю хороших размышлений на эту тему, пишите, что вы об этом думаете. Отличной вам недели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok